Субтитры сделал DimaTorzok И сегодня продолжаем проходить Grey Go Знаете, нас все больше и больше запугивают этими безмолвными Или как их называют, тишиной Типа там они растут и так далее И я думаю то, что под безмолвными понимают людей То есть они захватывали, уничтожали множество, я так понимаю, рас, планет И в итоге ничего не оставляли вообще в живых на этих планетах И поэтому после себя оставляли только тишно И их начали называть типа безмолвными Но здесь походу что-то не то Есть предположение, что эти самые безмолвные Это типа другая часть вот этих вот гушек То есть, как их называют-то Алгоритмы материи То есть, это вот одни гушки с одним интеллектом Там другие гушки с другим интеллектом и с другими целями Ну да ладно, это все мои такие предположения Я думаю в конце игры будет Большой-большой длинный ролик Который растает все точки над И, да? Ладно, давайте начнем На этом участке располагается главный узел коммуникации бета Чтобы объединиться с колониями ГУ в других мирах Мы для начала должны найти их координаты И отправить сигнал активации А, то есть они еще и деактивированы Путь к узлу надежно защищен Но нам необходимо заполучить контроль Мы должны стать единым целым Что-то мне это напоминает Сделай нас едиными Сделай нас едиными Рекомендуется строго Сделать полумесяцев Хорошо По честному я уже играл на этой карте Я уже пробовал пройти это здание В принципе у меня даже получалось Но Я забыл включить запись, да Я играл где-то полчаса Но, увы, ничего этого не записалось Что, знаете что? Смысл этой карты в том, что По умолчанию у нас есть только одна точка С катализатором Откуда мы можем добывать ресурсы Все остальные точки с катализатором заблокированы А по всей карте стоят вражеские вот эти вот стены с воротами Их здесь очень-очень много И прорваться сквозь них Будет довольно сложно Особенно на начальных этапах Но Что мы делаем? Мы делаем много Как вас зовут-то? Много полумесяцев И с их помощью прорываемся Итак, продолжаем Какая у нас вообще стратегия на данное задание Сначала мы Ломаем стены С помощью этих полумесяцев Будем также увеличивать их количество Ломаем стены для того, чтобы освободить себе путь К катализатору Который находится вот здесь Делим нашу матьгу Захватываем катализатор Как только решаем нашу проблему с ресурсами Начинаем потихоньку двигаться вот так Здесь будет очень много неприятных сюрпризов Чуть позже вы их увидите И Чтобы эти неприятные сюрпризы, так скажем Ликвидировать Нам понадобится очень-очень большая армия И Я думаю, имея Три точки катализатора Три матери губы Мы, в принципе, сможем воссоздать эту армию Которая, кстати, у меня была Когда я Писал, да не писал Писал, да не записал То есть Да ладно Так, улучшение Будем активно пользоваться в этом здании Новыми юнитами Это бастион Он представляет из себя здесь Этакую Как будто сказать Да Танк, знаете Типичный танк Вот как в МРПГшках Есть танки Которые агрят на себя всех юнитов Которые Берут Впитывают в себя весь урон Здесь Бастион Выполняет ту же самую роль То есть он будет стоять И просто впитывать урон Пока не умрет Ну, можно, конечно, его там Попробовать засейвить Отвести Там Законтролить Чему-то Похерился Но нет Мы этим заниматься не будем Мы Изучим вот это изучение Модернизацию, точнее Называется На стойкость бастиона И Смысл в том То, что В определенный момент Когда у него становится Мало хп Бастиона Он Переходит в режим ярости Наносит вроде там Больше урона Или что-то типа того Но Весь смысл в том Что после всего этого Он Взрывается Ну, то есть Когда умирает уже И Наносит урон Всем врагам Находящимся Вокруг него Это Очень крутая способность И Нам она сегодня Очень сильно поможет Так, ладно Что мы еще можем Изучить Нам еще нужно Чтобы наши Радианты Атаковали По воздуху Да Так, что вы делаете? Доломайте Вот эту вот стену Там еще Вон Йониты стоят Работы у вас Много Так, это что Такое А Ты уйдешь, да? Хорошо Уходи Полумесяца Это, конечно, круто Они атакуют С очень большой Дистанции И На них даже Не агрятся Йониты Издалека Потому что Они, видимо Их не видят Но Они очень мало Вносят Урона Ну Относительно Мало То есть Те же Разрушители Они Дамаж Намного Сильнее Так, ладно Ты можешь делиться? Да Ты можешь делиться Захватываем Новый Источник Катализатора Который Ходится Вот здесь Так Нет Нет Не надо Там ходить Ходи Вот здесь Поверху По безопасной Территории Так Ну Продолжаем Тут Потихоньку Очищать Территорию Создавать Себе Пространство Для Развития Также Захватим Вот этот Катализатор Вот этот Катализатор Здесь Здесь Гнездо Находится В нем Есть Юниты Которые Нам тоже Очень скоро Пригодятся Так Отлично У нас Отжираются Уже Две Матери Гу Сейчас Мы Зачистим Вот эту Вот Стенку Поделим Еще раз Матери Гу Будем Захватывать Этот Катализатор Нам бы Конечно Нужно Начать Армию Нашего Создавать Давайте Пока Милкашей Сделаем Парачку Штук Пригодятся Если на нас Вдруг Внезапно Кто не Попрет Так Еще Милкаша Отлично Радиантов Сделаем Это у нас Универсальная Такая Одиница Бьет Как по Оздуху Так и Под наземным Целем Правда И Служит Очень Хорошим Разведчиком Но При этом Сами По Себе Очень Такие Хлюпенькие Довольно Легко Уничтожить Хотя Вот эти Полумесяца Они тоже Знаете Они Очень Такие Тоже Хлюпенькие Их Тоже Легко Уничтожить Да Ладно В том То Их Не Смысл То Что Они Стоят Вдалей И Просто Пуляют Издалека Так, отлично. Ещё минус одна стена. Так, можем захватить вот этот катализатор? Мне кажется, да. Хотя нет, не совсем, да. Тут стоит ещё одна турелька. Ещё одна стена с хищником на нём. Так, ладно, продолжаем. Сегодня весь мир против этого прохождения, против этой серии. Сначала запись не включилась, сейчас. В общем, ладно. Так, что мы тут делали? Мы захватывали катализатор. Трюльки нет, можно спокойно его захватить. Ещё катализатор здесь есть, который мы можем захватить. По-моему, вот здесь и... И вот под этим гнездом Гуд тоже должен быть катализатор. Что у нас с матерями Гуд? Так, одна уже выросла очень большой. Хорошо, давай-ка мы тебя поделим и... Сделаем первого бастиона. Вот он, это здоровенная хрень. Это наш танк. Он будет впитывать в себя весь урон. Он будет отвлекать на себя абсолютно всех бражеских юнитов. И это, на самом деле, очень-очень круто. Так, мою мать Гу решил атаковать Коммандос. Ты что, приятель? Ты что делаешь? Зачем это ты? Так, полумесяца. Где вы там? Огонь. Стереть лица земли. Это маленькое... Это маленькое недоразумение. Так, куда они пошли? Слушай, вы, конечно, молодцы ищите. Интересные маршруты. Кстати, тут тоже, походу, катализатор. Но вы выбрали какой-то уж совсем интересный маршрут. Вы уничтожьте вот этого вот в хищниках. Это тоже есть, кстати говоря, катализатор. Но, судя по всему, он не активен. Его добывать нельзя. Хотя можно попробовать. Угу. Бастионы и Разрушители. Оптимальная комбинация в этом задании. Нам подсказывают. То есть, это наилучший вариант. Бастионы отвлекают на себя все внимание, а Разрушители вносят при этом очень много-много урона. Ой-ой-ой. Что это там такое было страшное? Так, ладно. Разведчик мне этот нужен. Родиант, пошел. Мне, конечно, интересно, можно ли вообще захватить этот ресурс? Давайте попробуем. А вдруг можно? Так. Почему бы нет, да? Так, тихо. Тихо, 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 тихо. А, эти ребята уже умеют сбивать снаряды, да? Да. Это у нас Хранитель стоит тут. Придется с ним разобраться как можно быстрее. Воспользуемся нашими бастионами и разрушителями для этой цели. Может быть, даже они успеют выжить. Хотя. Дам нам вот, дам нам вот, быстрей, быстрей, быстрей. Все, и уходим. В тень. Спрятаться. Отлично. Нет, там еще что-то может сбивать наши снаряды. Ладно. Так, что это? Это не ресурсы, да? Это просто так выглядит. Истощенный катализатор, в общем. Это, я так понял. А добыть мы из него ничего не сможем. Хорошо. Сейчас мы будем действовать немного вот этой вот маленькой армии. Так, у нас, кстати говоря, тут много войск. Точнее, много тоже матерей Гу, которые будут превращены в большое количество войск. Так, хорошо. Наша маленькая армия отхилилась. Давайте направим ее снова в атаку. Ломайте, ребят. Так, мне кажется, им надо подхилиться, да? Да, битые совсем. Слушай, а можем втихаря растить вот эту мазьгу здесь, нет? Мне кажется, можем. Турелька не достает до нас, да? Да, все верно. Вам бы всем, конечно, на одну точку сбора сделать где-нибудь вот здесь вот. Да. Давайте будете собираться вот здесь, вот в этой точке. Так, когда они тут то разбросали. Разбросались по всей карте. Это не очень удобно для нас. Эти юниты, конечно, эти грейкушки, они всегда любят убирать самый-самый такой неоптимальный маршрут для движения. Так, что с вами? Отхилились. Отлично. Дальше в атаку. Дальше в атаку. Дальше в атаку. О нет, это взорвется, допустим. Да, он перешел в режиме ярости или бешенства, я не помню, как называется. Сейчас рванет. Да. Жаль. Так, где мои фула месяцы? Пора, ребят. За работу. Уничтожьте вот эти вот станции маленькие, уничтожьте юниты, которые... Юнитов, которые здесь находятся. За работу, в общем. И так все просто. Там еще одна турелька, которая может сбивать их не снаряды. Окей. Вас понял. Почему тут всегда юниты какие-то стоят? Я ж вас уничтожал буквально вот пару секунд назад. Знаете что? В этом здании есть одна такая маленькая... Да нет, не маленькая. Большая подстава. Заключается она в том, что по карте бегают такие командосы. Вот. То есть такие же командосы, только вокруг них есть такой красный-красный круг. Если мы зайдем в этот красный круг, то противник вызывает бомбардировщиков. А эти бомбардировщики, они очень имбовые, они наносят очень много урона. Ну, в общем, они проводят ковровую бомбардировку и оставляют после себя как бы напалм. То есть территорию, которая горит. Если вы в ней находитесь, определенное время она ломает ваших юнитов. Ну, ваши юниты страдают. Этот напалм, он очень много наносит урона, и вывести из него юнитов очень сложно. Ну, как сложно. Ты не успеваешь просто. Это раз. А вторых, бомбардировщиков прилетает не один, а их прилетают, по-моему, либо три, либо четыре штуки. И чтобы от этого всего избавиться, нужно уничтожить одну из баз. Эта база находится вот здесь вот. Но, как видите, к ней надо еще прорваться. Поэтому, что мы сейчас сделаем? Сейчас я создаю много-много разрушителей, парочку бастионов, и мы будем пытаться прорваться к этой базе. Ну, конечно же, после того, уничтожим вот эту базу. Так, ладно. Сколько у меня всего бастионов? У меня всего два бастиона. Я думаю, трех бастионов нам пока хватит. Так, ребят, куда вы пошли? Рано, рано. Что? Так, ладно, понял. Придется идти вот так. Так, ладно. бардак творится будет честно какой-то у нас тут пошла уменьшить число юнитов типа ливень я очень рад то что теперь будет меньше но у нас сейчас будут проблемки определенные да 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 обнаружено обнаружены тяжелая авиация вероятность бомбардировки сто процентов вот эти самые опасные юниты которые вызывают ковровую бомбардировку их надо очень быстро уничтожать пока у нас вроде бы это получилось да но в дальнейшем вряд ли все будет также благ получен для нас поэтому эту станцию где они производят этих винтов надо очень-очень быстро уничтожить благо теперь знаю где находится находится вот здесь внизу мы как раз таки движемся к ней так видите он старался там производят их в очень большом количестве по 10 что ли там штука или даже больше и это конечно же страшно всех уничтожить быстро особенно когда они вот так за стеной стоять невозможно так сломайте стену эту мерзко быстрее ребят нас прощатся взорвутся наши таши взорвутся нанесут много урона отлично бастионы взорвались ломать быстрее ломать 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 так на уровне пока бомбардировки нету блин сколько можно их производить в таком количестве тем более да хватит притормози приятель не он их делает смотрите-ка просто нон-стопом и как мы должны интересно так я понял полумесяцами полумесяцами ломаем станцию разрушителями уничтожаем вот этих юнитов производят куда стой 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 нельзя отпускать просто нон-стопом их делает один за другим смотрите-ка ну тебя только тут не хватало конечно слушай может плевать на них у нас почти нету не осталось юнитов давайте доломаем ту долбанную станцию ломайте станцию ребят отлично у вас все-таки побольше урона чем у этих полумесяцев несчастного ломайте ломайте быстрей так короче не отвлекайтесь ломай просто это что так что у нас тут много-много разрушители так нет материку куда вы пошли стойте на своих местах эти все проблем по моему не успели доломать эту станцию нам придется опять отправиться туда вот они эти ребят собираются тут Don't you и он он и и Продолжение следует... Ну, конечно, тут нас еще встречают, да? Так, уничтожить, наверное, придется. Кого-то атакуют, судя по всему, Матюгу атакуют на сверху карту, но нам сейчас маленько не до нее. Надо срочно доломать ту станцию, там осталось буквально чуть-чуть. Как видите, нам особо не дают этого делать. Он производит этих юнитов просто нот-стопом. Я не знаю, это реально какой-то честь. Смотрите, сколько их идет. Сколько вообще надо ресурсов, чтобы произвести такое количество этих юнитов? При этом почему-то теряю своих же юнитов. Это взрываются, что ли, или что они делают? Так, забиваем на все, просто доломаем вот эту вот пристройку. Самое забавное, что тут уже, по идее, станции нет. Пристройка неактивна, но он все равно продолжает ими спамить. Причем... Вот, отлично, наконец-то. Чему нам это все стоило? Нам там стоило, на самом деле, матери и гу, пока мы там атаковали, пока мы на это все отвлекались, мы потеряли мальку. Так, отлично. Теперь, по крайней мере, у нас нет читерских... Ну, у нашего врага нет читерских юнитов, которые могут пролететь и разом уничтожить огромную армию, которая... Да, они вот весь лимит, на самом деле, уничтожить всего четырьмя этими бомбардировщиками. Ну, точнее, могли. Теперь буду довольствоваться вот такой вот маленькой авиацией, которая нам уже ничего не сделает. Так, хорошо, нам нужна матери гу. Тут много ресурсов, которые мы еще не захватили. Сейчас мы, в принципе, можем захватить все вот эти вот точки с ресурсами, которые нам доступны, создать армию до лимита и пойти просто всей этой армией громить и крушить все, что находится на этой карте. Сейчас, в принципе, нету уже таких серьезных, страшных сил, которые могут нам все подпортить. Так, ладно. Еще одна маникума нужна. Давайте укажем, наверное, на новую точку сбора. Где-нибудь вот здесь вот. А статки стоят, да? Так, уничтожить этих ребят. Отлично. Так, хорошо. Можно воссоздавать нашу армию. Так, что у нас тут находится по пути, на пути моих юни. Какая-то гадость. Отлично. Отлично. Продолжение следует... Так, хорошо. Что нам нужно? Нам нужен один бастион, нам нужно много разрушителей, нам нужно много радиантов. Какая-то вот такая вот у нас армия будет. Так, что это за наглые вообще ребята? Что это делать? Брысь! Отлично! В принципе, мы всё время будем сейчас наращивать свою армию с помощью постоянно отжирающихся матерей ГУ, а тем, что есть, пойдём в атаку. Неудобное, правда, такое место, тут узкий проход для нашей большой поворотовой армии. Это очень плохо. Да ладно, ребята, серьёзно? Как можно нападать на эту мадику? Вот ещё одна станция, с которой он производит юнитов. Сейчас мы с ней разберёмся. Так. Минус один бастион. Надо было, наверное, отсюда заходить. Здесь пошире проход, нам было бы удобнее. Да ладно, не так ничего. Нормально. Сойдёт. Так, хватит атаковать мою мать ГУ. Сколько можно? Ну, замечательно. Так. Один бастион. Разрушители. Иррадианты. Я найду то место, откуда вы шли, и сравняю его с землёй. Это будет моя месть. Так, где у него станции? Мне кажется, вот в этом углу что-то он прячет. По-любому надо сходить сюда. Так, ты можешь разделиться? Да, ты можешь разделиться. Отлично. Кто ещё может делиться? Можешь делиться? Можешь делиться. Отлично. Захватываем опять-таки эти точки катализатора, которые мы недавно освободили. Они понадобятся. Так, что у нас с армией? Армия состала. Тут ничего нет, зато здесь недалеко у него станция есть. На которой он производит... Что он тут производит? Танковая пристройка. Видимо, хищников он здесь производит. Либо сталкеров. район, конечно, район, конечно, у него тут был укреплён, по-самому я не хочу. Очень много стен, очень много вот этих производственных построек, и в итоге очень много надоедливых юнитов, которые нас просто выбешивали. Да, это был завод производства хищников. Сектор Си! а-ля Олю. Нету больше Сектор Си. Так, ну они продолжают атаковать моих матерей гул. Откуда всё пройдёт, ребята? Я ж тут всё уничтожил, всё что было. Давайте продолжим делить наших матерей гул, чтобы они не простаивали без дела хотя бы. Так, что у нас тут осталось? Эту станцию мы сломали сто процентов. Тут осталась, видимо, стена одна, ну и парочка юнитов. Типа стеон, они бы, конечно, если бы шли быстрее, то было бы вообще отлично, потому что так... Юнит андроатак, я знаю. Музыка, конечно, тут играет такая полудобстепная прям. Ладно. В принципе, путь у нас один. Сейчас мы идём вот сюда вот, и там наверху у него уже база. Вот она, его база. Найти до неё для нас не составит, думаю, труда. У нас большая армия, и мы её постоянно наращиваем. Типа стеон, так, что у нас тут? Почему вы стоите? Бастионы, главное, встали. Лол. В атаку. Сравнять тут всё с землёй. А вот, кстати, и ковровые бомбардировщики. Нет, они тут остались. Вот он, этот самый Напалм. Ай-яй-яй. Уходим, 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 уходим. Ждём подкрепления. Откуда тут вообще Юнь появляется? Я понять не могу. Умри, я же сломал эту станцию вроде бы. Тут у нас что? Пираты? Да ладно, я ж не делал никогда пиратов. Окей, окей. Так, это армия. Что вы делаете? Я что, мне не давал таких приказов идти вот так? Ну ладно. Идут вот так вот. Значит идут вот так. Только для начала надо было бы, конечно, сбить вот этих вот бомбардировщиков. Ну, видите, да, как они работают, эти бомбардировщики. Они очень много вносят урона. Действительно страшная вещь. И они могли прилетать к нам каждый раз, как только мы попадали бы в радиус, в красный радиус тех самых командосов. Ну, тут большую часть армии сейчас потеряем. Ну, как больше? Мы их всех, на самом деле, потеряем. Давайте хотя бы постараемся турельки снести. Нет, мы уже ничего не снесём. Хорошо, понятненько. Ожидаемо, в принципе. Ну, самое главное то, что мы наконец-таки избавились от этих бомбардировщиков. Следующий заход наш будет более удачный. Воссоздаём армию. Так, пиратов наши сломают, понятно. Не особо, на самом деле, они мне нужны. Знаете, я даже думаю, что нам нужно организовать новую точку сбора. Где-нибудь здесь, поближе. Преодолевать такие расстояния каждый раз мне не очень нравится. Что ж тихо, что вы делаете? Что ж? Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично! Наша армия почти осознана. Здесь, кстати, еще один такой вкусненький катализатор находится, который мне тоже хочется захватить. В принципе, до лимита матерей Гу нам еще далеко. Так, ребят, погодите, какую атаку? Рано еще. Давайте вы дождетесь всю армию, а потом пойдем вот так. Поставлю всех под одну цифру и давайте вот такой вот массивной армии просто снесем базу. Я искренне надеюсь, что в этот раз мы снесем. Еще один бомбардировщик остался. Нет, да ладно! А, он их воспроизводит, мать вашу! Да-да-да! Сломать срочно! Что это? Вот ангары! Пока он не надел, снова этих бомбардировщиков. Хотя ладно, сильных юнитов сначала. Еще бомбардировщик! Откуда? Сбить! Как же ненавижу этих бомбардировщиков? Это просто что-то с чем-то, блядь. Так, стенка. Довольно серьезная стенка. Хранители стоят. Ломаем их. Сейчас они, конечно, у них бастионов сломают, но они от этого неслабо сами пострадают. Потому что они взрываются. Оп, да, отлично. Там еще одна база, там, точнее, проложение его базы. Но мы пока туда не пойдем, нам надо вот с этой базой разобраться. Так, ну на терегу, делитесь. Нам нужно подкрепление. Продолжают прям у нас под носом тут отстраивать свою базу. Бесчестный противник. Продолжают. теперь их вас сильно ослабнет отлично я бомбардировщики нет больше бомбардировщиков их мерзких надоедливых бомбардировщиков которых я успел очень-очень сильно возненавидеть быть честным так бастион давайте сколько дать кто в трех бастиона сделаем на этот раз так как я мать гу выделил хотел выделять да ты что все тихо нет парня все уже давно не тихо мы почти снесли тебе базов осталось совсем совсем чуть-чуть придвигаться говорит сумма у нас такая армия о чем речь вообще мы можем просто брать раша все не раз его грубой силой даже так хорошо вперед надо бить его последнюю базу хищники у него тут стоят не бастионы почему бастионы идут сзади ребят вы же должны идти впереди планета все вы же танки что за проблему всех танков почему они себя прячется за ддш никами хиллеры не будьте ребят такими танками если вы играете так так ладно убиваем базу нас уже ничего не остановит это сто процентов бомбардировщиков у него нету заводов у него нету большую армию нужно не осоздаст что из-за маленькая раздражающая меня красная . сожрать найка конечно был мастером обороны возвел здесь долбанную кучу стен и всего прочего но это его не спасло и и и так хорошо ну мы уже сломали ему базу побить все найка и перехватите узел коммуникации окей так что то тут не так да а я кажется понял мать гунар нас это надо подвести но у нас идет мать гунар будет здесь тем временем я создал армию для мита мы можем чего-нибудь тут улучшить интересного что-нибудь что нам уже не надо давайте сделаем финальное сохранение так на во всякий случай мало ли что произойдет после того как мы захватим передачу вдруг там внезапно у нас нападут эти безобловные или как там или тихие по-разному их называют так где мать гунар на мать гу ну давай захватывай кстати тут армия уже просто нереальное количество армии я создал армию до лимита так отлично успешная операция наконец таки быть честным это довольно долгое было здание и и и и и и и и Продолжение следует... Так мы должны... Да. Ладно, что у нас тут по силам? Силы союзников. У нас было 256 юнитов. У нашего врага было почти в два раза больше. 415. У нас было 143 здания. Ммм... Многовато. У них было 45 зданий. Мы убили 387 врагов. Потеряли 182 юнита. Разрушили 48 вражеских строений. И добыли аж 132 тысячи ресурсов. Что ж, знаете. Я думаю, на этом мы сегодня закончим. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Несмотря на то, что она была такой... Длинной и муторной. Ну, не важно. В любом случае, она была интересной. А с вами был Кейн. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok